Радио Звезда 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 — Давай петь, — предложил он жене. — Как петь? — удивилась та. — Да так. Говорят, при пении всего скорее слова запоминаются. — Да ты никак с ума сошел в поезде петь? — Но ведь мы потихоньку. Колеса стучат, купе заперто, никто и не услышит. — Нет уж, петь я не буду и тебе не позволю. — Я спать хочу. — Ну, как знаешь. — А вот железная дорога — слово трудное по-турецки. — Демирина Лу. — Я не понимаю только, чего ты с позаранку турецким словам начал учиться. — Ведь мы сначала в Сербию едем, в Белграде остановимся, — проговорила Глафира Семеновна. — А где же у меня книжка с сербскими словами? — У меня нет такой книжки. — Да, наконец, братья-славяне нас и так поймут. — Ты видел, Дайвич, кондукторы из славян? — В лучшем виде понял. — Ведь у них все слова наши, а только на какой-то особый манер. — Да вот тебе! — указал он на регулятор отопления в вагоне. Видишь надписи «Тепло студена», а вон вверху около газового рожка, чтобы свет убавлять и прибавлять. Свет — тма. Неужели это непонятно? Братья-славяне поймут. Поезд замедлил ход и остановился на станции. — Посмотри-ка, какая это станция? Как называется? — спросила Глафира Семеновна. Николай Иванович стал читать и запнулся. «Сца-ба-це...» «По-венгерски это что ли? Решительно ничего не разберешь», — отвечал он. «Да ведь все-таки латинскими буквами-то написано». «Латинскими...» «Но выговорить невозможно». «Са-за-з-ба...» Глафира Семеновна поднялась и сама начала читать. Надпись гласила «Са-ба-ца-ла-ш». «С-за-ба-ца-за-ла-сь, что ли?» Прочла она и прибавила «Ну, язык». «Я тебе говорю, что хуже турецкого цыганий». «И, наверное, как наши цыгани, конократством, ворожбой и лошадином барышничеством занимаются. А также и насчет того, где что плохо лежит». «Ты посмотри, в каких овчинах накидка стоят!» «А рожи-то! Рожи какие! Совсем бандиты!» Указал Николай Иванович на венгерских крестьян в их живописных костюмах. «Вон и бабы тут!» «Подолу платье чуть не до колен, и сапоги мужские с высокими голенищами из несмазанной желтой кожи». Глафира Семеновна смотрела в окно и говорила «Действительно страшные!» «Знаешь, с одной стороны хорошо, что мы одни в купе сидим, а с другой...» «Ты уж боишься?» «Ну вот, не бойся! У меня кинжал в дорожной сумке». «Какой у тебя кинжал?» «Игрушечный. То есть как-то игрушечный, стальной. Ты не смотри, что он мал. А если им направо и налево...» «Поди ты сам первый и струсишь». «Да про день я ничего не говорю. Теперь день, а ведь нам придется ночь в вагоне ночевать». «И ночи не беспокойся. Ты спи спокойно, а я буду не спать, сидеть и караулить». «Это ты-то? Да ты первый заснешь, сидя заснешь». «Не засну, я тебе говорю. Вечером заварю я себе на станции крепкого чаю, напьюсь, и чай в лучшем виде сон отгонит. Наконец мы в вагоне не одни. В следующем купе какие-то немцы сидят, их трое. Неужели в случае чего...» «Да немцы ли. Может быть, такие же глазастые венгерцы?» «Немцы, немцы. Ты ведь слышала, что давеча по-немецки разговаривали». «Нет. Уж лучше днем выспаться, а ночью сидеть и не спать», — сказала Глафира Семеновна и стала укладываться на диван. А поезд давно уже вышел со станции с трудно выговариваемым названием и мчался по венгерским полям. Поля направо, поля налево, изредка деревушка с церковью при одиночном зеленом куполе, изредка фруктовый сад со стволами яблонь, обмазанными звездкой с глиной и белеющими на солнце. «Опять остановка». Николай Иванович заглянул в окно на станционный фасад и, увидев на фасаде надпись, сказал. «Ну, Глаша, такое название станции, что труднее давешнего». «Фюлиопс», — начал он читать и запнулся. «Фюлиопс-дзалалс». «Вот видишь, куда ты меня завез», — сказала супруга. «Недаром же мне не хотелось ехать в Турцию». «Нельзя, милая, нельзя. Нужно всю Европу объехать, и тогда будешь цивилизированный человек. Зато потом, когда вернемся домой, есть чем похвастать. И эти названия станции, и все это нам на руку. Будем рассказывать, что по таким, мол, местностям проезжали, что и название не выговоришь. «Стоит написано название станции, а настоящим манером выговорить его невозможно. Надо будет только записать». И Николай Иванович, достав свою записную книжку, скопировал в нее находящуюся на стене станции надпись «Фюлопсаллаш». На платформе у окна вагона стоял глазастый и черный, как жук, мальчик и протягивал к стеклу бумажные тарелочки с сосисками, густо посыпанными изрубленной белой паприкой. «Глафир Семеновна, не съесть ли нам горячих сосисок?» — предложил жене Николай Иванович. «Вот, горячие сосиски продают». «Нет-нет, ты ешь, а я ни за что», — отвечала супруга. «Я теперь вплоть до Белграда ни на какую истанцию не выйду, чтобы пить или есть. Ничего я не могу из цыганских рук есть. Почем ты знаешь, что в этих сосисках изрублено?» «Да чему же быть-то?» «Нет-нет». «Но чем же ты будешь питаться?» «А у нас есть сыр из вены, ветчина, булки, апельсины, а я съем сосисок». «Ешь, ешь, ты озорник известный». Николай Иванович постучал мальчику в окно, опустил стекло и взял у него сосисок и булку, но только что дал ему две кроны и протянул руку за сдачей, как поезд тронулся. Мальчишка перестал отсчитывать сдачу, улыбнулся, ткнул себя рукой в грудь и крикнул. «Тринггельд, тринггельд, мусью!» Николаю Ивановичу осталось только показать ему кулак. «Каков цыганенок! Сдачи не отдал!» Проговорил он, обращаясь к жене, и принялся есть сосиски. Радиозвезда Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «В гостях у турок». Глава третья Поезд мчится по-прежнему, останавливаясь на станциях с трудно выговариваемыми не для венгерца названиями. «Ксенгет», «Кискерес», «Кисжалас». На станции «Сцабатка» поезд стоял минут пятнадцать. Перед приходом на нее кондуктор Славянин вошел в купе и предложил, не желают ли путешественники выйти в имеющийся на станции буфет. «Добра рыба, господине! Добра овечье мясо!» — расхваливал он. «Нет, спасибо. Ничем не заманишь», — отвечала Глафира Семеновна. Здесь Николай Иванович ходил с чайником заваривать себе чай. Выпил пиво, принес в вагон какой-то мелкой копченой рыбы и коробку шоколаду, которую и предложил жене. «Да ты в уме?» — крикнула на него Глафира Семеновна. «Стану я есть венгерский шоколад. Наверное, он с паприкой». «Венский, венский, душечка! Видишь на коробке ярлык «вин». Глафира Семеновна посмотрела на коробку, понюхала ее, открыла, взяла плитку шоколаду, опять понюхала и стала кушать. «Как ты в Турции-то будешь есть что-нибудь?» — покачал головой муж. «Совсем ничего подозрительного есть не буду». «Да ведь все может быть подозрительно». «Ну ж, это мое дело». Со станции «Собатка» стали попадаться славянские названия станции. «Тополия, вербац». На станции «Вербац» Николай Иванович сказал жене. «Глаша, теперь ты можешь ехать без опаски. Мы приехали в славянскую землю. Братья славяне, а не венгерские цыгане». «Давича» была станция «Тополия», а теперь «Вербац». «Тополия» — «Тополь». «Вербац» от «Вербы» происходит. Стало быть, уж и еда, и питье славянские. «Нет, нет, не надуешь. Вон черномазые рожи стоят». «Рожи тут ни при чем. Ведь и у нас, русских, могут такие рожи попасться, что с ребенком родимчик сделается». «Позволь, позволь. Да вот даже поп стоит и в такой же точной рясе, как у нас», сказал Николай Иванович. «Где поп?» — быстро спросила Глафира Семеновна, смотря в окно. «Да вот, в черной рясе с широкими рукавами и в черной камеловке». «И в самом деле поп, только он больше на французского адвоката смахивает». «У французского адвоката должен быть белый язычок под бородой на груди, да и камеловка не такая». «Да и тут не такая, как у наших священников. Наверху края закруглены и, наконец, черная, а не фиолетовая. Нет, это должно быть венгерский адвокат». «Священник, священник, неужели ты не видала их на картинках в таких камеловках? Да вон у него и наперстный крест на груди. Смотри, смотри, провожает кого-то и целуется, как наши попы целуются, со щеки на щеку». «Ну, если наперстный крест на груди, так твоя правда, поп. Поп. Славянские названия станций. Так чего же тебе еще? Стал быть, мы из венгерской земли выехали. Да вон и белокурый девочка в ноздре ковыряет, совсем славянка, славянский тип». «А не говорил ли ты давеча, что белокурый девочка может уродиться ни в мать, ни в отца, в проезжего молодца?» напомнила мужу Глафира Семеновна. Поезд в это время отходил от станции. Глафира Семеновна достала с веревочной полки корзинку с провизией, открыла ее и стала делать себе бутерброд с ветчиной. «Своей ты еды поешь в настоящем месте купленной, так куда лучше?» сказала она и принялась кушать. Действительно, поезд уже мчался по полям так называемой Старой Сербии. Через полчаса кондуктор заглянул в купе и объявил, что сейчас будет станция Нейзац. «Новий сад», — прибавил он тут же и славянское название. «Глаша, слышишь, это уж совсем славянское название», — обратился Николай Иванович к жене. «Славянска — земля», — спросил он кондуктора. «Славянска, славянска», — кивнул тот, наклонился к Николаю Ивановичу и стал объяснять ему по-немецки, что когда-то это все принадлежало Сербии, а теперь принадлежит Венгрии. Николай Иванович слушал и ничего не понимал. «Черт знает, что он бормочет!» — пожал плечами Николай Иванович и воскликнул. «Брат славянин, да чего ты по-немецки-то бормочешь? Говори по-русски! Тьфу ты, говори по-своему, по-славянски! Так нам свободнее разговаривать!» Кондуктор понял и заговорил по-сербски. Николай Иванович слушал его речь и все равно ничего не понимал. «Не понимаю, брат славянин!» — развел он руками. «Слова, как будто бы наши русские, а ничего не понимаю! Ну, уходи! Уходи!» — махнул он рукой. «Спасибо! Мерси!» «С Богом, господине!» — поклонился Кондуктор и закрыл дверь купе. Вот и станция «Новый сад». На станционном здании написано название станции на трех языках. По-венгерски — «Уйвидек», по-немецки — «Нейзац» и по-сербски — «Новий сад». Глафира Семеновна тотчас же заметила венгерскую надпись и сказала мужу. «Что ты меня надуваешь? Ведь все еще по венгерской земле мы едем. Вот название этой станции как «Уйвидек». Ведь это ж по-венгерски!» «Позволь! А кондуктор-то как же? Ведь и он тебе сказал, что это уж славянская земля!» — возразил Николай Иванович. «Врет твой кондуктор». «Какой же ему расчет врать!» «И, наконец, ты сама видишь надпись «Новий сад». Ты посмотри на лица, что на станции стоят. Один другого черномази. «Батюшки!» «Да тут один какой-то венгерец даже в белой юбке». «Где в юбке?» «Это не в юбке!» «Впрочем, один-то какой-нибудь, может быть, и затесался. А что до черномазия, то ведь и сербы черномазые». По коридору вагона ходил мальчик с двумя кофейниками и чашками на подносе и предлагал кофе желающим. «Хочешь кофейку?» «Предложил Николай Иванович супруге». «Не, боже мой!» Покачала та головой. «Я сказала тебе, что пока мы на венгерской земле, крошки в рот ни с одной станции не возьму». «Да ведь пила ж ты кофе в Будапеште. Такой же венгерский город». «В Будапеште!» «В Будапеште великолепный венский ресторан, лакеи во фраках с капулем. И разве в Будапеште были вот такие черномазые в юбках или в овчинных нагольных салопах?» Поезд помчался. Справа начинались то там, то сям возвышенности, местность становилась гористая. Вот и опять станция. «Петер Вердейн!» — кричит кондуктор. «Петер Вердейн!» «А извольте видеть, опять совсем славянский город», — указывает Николай Иванович жене на надпись на станционном доме. Глафира Семеновна лежит с закрытыми глазами и говорит. «Не буди ты меня! Дай ты мне засветло выспаться, чтобы я могла ночь не спать и быть на карауле. Ты посмотри, какие подозрительные рожи повсюду! Долго ли до греха? С нами много денег! У меня бриллианты с собой!» «По Италии ездили, так и не такие подозрительные рожи нам по дороге попадались. Даже, можно сказать, настоящие бандиты попадались. Однако ничего не случилось, бог миловал!» А поезд уж снова бежал далеко от станции. Холмы разрастались в изрядные горы. Вдруг поезд влетел в туннель, и все стемнело. «Ай!» Взвизгнула Глафира Семеновна. «Николай Иванович, где ты? Зажигай скорее спички, зажигай!» «Туннель это! Туннель! Успокойся!» Кричал Николай Иванович. Искал спички, но спичек не находилось. «Глаша, у тебя спички! Где ты? Давай руку!» Он искал руками жену, но не находил ее в купе. Вскоре, однако, показался просвет, и поезд выехал из туннеля. Глафиры Семеновны не было в купе. Дверь в коридор вагона была отворена. Он бросился в коридор и увидал жену, сидевшую в среднем купе между двумя немцами в дорожных мягких шапочках. На груди она держала свой шагреневый баульчик с деньгами и бриллиантами и говорила мужу. «Убежала вот с ним. Я боюсь в потьмах. Отчего ты спичек не зажигал? Вот эти, мосье, сейчас же зажгли спички, но я споткнулась на них и упала. Они уж подняли меня!» Прибавила она, вставая, «Надо извиниться». «Пардоне, мосье, ле, же, вузе, деранже», – произнесла она по-французски. Николай Иванович пожимал плечами. Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова